4 утра посмотрите номер 415 поползунчика 2 шуфлядку нашел закрываем пока отойдет это делает кашу все убрано через пять минут выезжаем погнали в аэропорт куда мы едем скажи куда мы едем сверчочки слышишь сверчочки же мы домой к сирочке с ничкой едем а какое небо звездное посмотри куэй мои дорогие телезрители от 30 с новым выпуске погнали в rental car отдавать машину потому что оттуда на шаттли до аэропорта что ребятушки google время 425 как и планировали в четыре стать пол пятого выехать 25 минут до того места где машину отдадим потом на шаттли на аэропорта тащит google галда мой котя . зимой разбудился ребенок а так ну что ребятушки я заправился полный бак чтобы машину отдать поехали вот через минуту отдаем и в общей сложности мы проехали на ней 391 милю а нет 402 мили и 17 часов и одну минуту вау 402 и 7 то есть 403 мили подожди маленький мой сейчас мама придет мама ключики отдает так вот шаттл уже чемоданы загрузили буквально две-три минуты выезжаем google прямиком в аэропорт есть огромный автобус для нас google google три раза по 4 перелет 4 часа 4 часа пересадка и опять перелет 4 часа может она чекинила сейчас билеты распечатать поговорить что мы не можем сидеть вместе может нас как-то посадят или скажет самолет не полный сидите вдвоем йокарный бабай ты видишь эту очередь слава богу нам не надо в нее в ней стоять мы сейчас скажем ребятки у нас дети и нам вот час вот в эту инвалидную по ходу без очереди наверное хотелось бы такая очередь игрует тетенька нам час сюда что ли она грида да все сюда вы какой линии такой она горит есть только вы не випи у вас есть пример аксессы как конечно и зашли в оркестр она такого покажи билет на слово джентльмена вообще не работает я грунта держи она горит все иди сейчас эти обязательно пушил он открывает для нас и мы сейчас без очереди вот он этот донку ребятки везде этот ром сколько он стоит 31 бакс а я взял я взял я вот так вот чуть-чуть отпил два вечера делся коктейльчик мохито я успел сделать 5 мохит вот и все собой взял нифига себе такой ром я не буду его чтобы пропадал думал самый дешевый купил нифига себя он еще подороже здесь чем бакарди и каптан морган настоящий портариканский ром штатах такой не купишь в обычном магазине поэтому собой взял вот он don't you везде здесь полтора часа до посадки ребятки б вон там нам ну вон наши ворота вон они пошли в а в а lounge бизнес lounge собственно говоря туда мы идем это же этот как его зовут кеннеди вот он написано кеннеди прилетал сюда к муниос марин ой какие виды какие виды вон там вот сверху обалдеть пальмы то что очень красиво но вот это вот зазоборность прервала нас батарейка все замечательно могу вот этот минус огромная огромный минус вот это вот зазоборность мне нравится так ну а где здесь бизнес lounge упор не вижу ну он есть а4 а8 так вот знак вип lounge салон вип слева вот он поехали так он две минуты но открыто уже он сейчас открывает там маленькая комната видела чуть такое просто маленькая комнатка и барная стойка я посмотрим это вот такая вот маленькая комнатка они только открылись как раз 6 7 нам отсюда уходить ну здесь все таки получше сидеть чем в основном вон там какие-то канапе дают сок это все бесплатно печалька это vip зал не для не для нас не для united у них вообще ни для какой компании ты просто покупаешь отдельный пас и туда заходишь за отдельную сумму ну и комната соответственно там не всяк что там была тишина и мягкие кресла а все комната два на два условно ну конечно утрирую но может метров 10 на 10 но как-то это не то чего хотелось бы пойдемте со всеми тусить но в хьюстоне у нас будет нормальный бизнес лаунж мы там уже были кстати очень понравилось прикольно еще закрыт торт весь алкоголем повяз называется дисцеллерия прикольное название для такого магазинчика ешь а не плюйся кашей папа вся нога уже в каши слушайте клёво и на этот нас апгрейдили ибо мы сидели на восьмом месте а теперь на пятом это значит не экономия экономии плюс а это значит больше места для ног ура 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 вкусный ботинок может и кашу можешь есть они ботинок ну что ты ботинок кашей замарал зачем 2 полез морать ты посмотри у тебя на глазах каша технологии пошел руки помыть в туалет помогал маша весь каши так вот сушилка подхожу бумага торчит а она не лезет я ее со всех сторон мужик стоит угорать который рабочий там пол моет он стоит ржет и критом он ручка дергай и бумажка вылезет что ты плакаешь хорошо тетенька тебя не слышно вернее плохо женщина сидит она и глухая и ничего и не видит потому что я первый раз такое приложение на кнутику приложение видимо это на телефоне она двигает пальцем в бок и приложение загорается черным цветом любое притом там у нее много всяких типа лифта убираемся такое она загорается черным цветом потом бежит какая-то строчка у нее наушник и она делает пальцем у нее все там читается блин как клево что такое вообще существует для таких людей хватит плакать все мы идем на посадку на посадку идем идем на посадку мама придет переносочки папа уже готов а кто такой капризный кто такой капризный кто капризный покажи зубики не буду до зубики не буду покажу ой капризу капризулечки мазки заин дивольта в трампой зиге я дальше было о какая смотри папе а это уже не папе тоже собачка большая так что за перегляделки с братиком классе так ну что ребятушки хьюстон джордж буш интернешнл аэрпорт 8 вылетаем и лететь я что-то попутал децил это четыре часа мы летели в доминикану из хьюстона отсюда до доминика на час так что ребятушки нам 5 часов лететь сейчас ты готов к 5 часов полетам колеса какой-то бери давай поднимаю поднимай покажи какой ты сильный поднимай давай поднимай поднимай ей давай давай хватай ой какой сильный кто такой сильный Идите прямо и коляску поставьте возле входа. Что она может еще сказать, Марусь? Хрена себе. Раз, два, три, четыре, пять. У нас бизнес. Ну, нифига себе. Вот это нас апгрейдили. А ты будешь с девушкой слепой сидеть. Слушайте, ну пять часов в бизнесе, это просто огонь. Я просто очень счастлив. Песенку записываю в скриню с ютуба, чтобы потом включать ребятенка. Связи не будет. С нами тут собачка летит, та, которая была. Вот она тут. Вот она. Ты хочешь собачки? Ты маму выбрал. Вот и сиди с мамой там. А мы тут собачкой будем сидеть. Тебе нравится собачка? Да нет, нам фото. Тебе нравится собачка? Смотри, собачка дрожит, собачка боится. Собачка боится? Она тебя боится. А ты ее боишься, да? Огромная камера у мужика. У него этот пропуск от NBC. От NBC. Боже мой, это ребенок теперь не уснет. Он не издился, хотел спать. Но теперь вот собачка же там. Теперь мы никуда не сядем. Спать давай? Давай спать. Дружок, ты три часа не доспал. Как раз вот пол перелета поспишь. Так, на данном этапе, знаете, что у нас на весь огромный самолет? Четыре ребенка. Два наших и еще двух женщин по одной. Тоже в одной восемь месяцев, в другой год с чем-то. Но зато шесть собак уже. Я вот смотрю, когда еще собаки пойдут. Что, столько собак? Да, 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 да. Ты спать не хочешь, да? Вообще никак не хочешь спать. Вот разглядывают. Ну, слушайте, знаете, бизнесом летать с детьми это просто блаженство. Ноги, вот, места тут полно. Собачка даже охраняет меня. Кстати, Юнайтед нас уже второй раз вот так вот апгрейдит бесплатно. Как-то было, мы на Гавайи летели в Гонолулу. Шесть часов перелета, и это было так, кстати, ночью. Мы так хорошо поспали. А вот сейчас с детьми это просто вообще апогей блаженства, да? Чего такое? Что тебе надо, Бна? Старчи хотел сказать, но нет. Старчи, это папа твой. Трунь. Трунь, 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 трунь. Слушайте, нас капитан прошел и соком угостил. Тем предлагал воду и сок. Вкусный сок. Притом на полном серьезе сам капитан. Потому что все стюардессы там всем раздают. Опять я вас обманул. Там никому не раздают. К полету готовы. Ой, кайф какой. Марусь сама выбрала. Я говорю, с кем полетишь? Она говорит, можно с ней там? Я говорю, бери. И второй ушнул под пчелку Майю, а мы на посадку. Хотел сказать, на взгляд пошли. И тут тоже сонное царство. И собачка спит с месяц. Два с половиной часа сна. Чего там? Кто там? Два с половиной часа сна. Сейчас будем собачку доставать, да? Нам еще столько же лететь, дружок. Ой, ой, ой. Сейчас будет бегать, прыгать. И Натальчик проснулся. Все проснулись. Я вот здесь. И так. Слушайте, давали завтрак. Офигенный тортик с круассаном с горячим. Фрукты, йогурт. Вообще кайф просто. Что там был тост? Там тост с миндалем. Вообще кайф. Я буду, я съем. Марусь еще не ела. Я ей сейчас холодное принесу. Зачем ты орешь на мужика? Лена, собачка есть? У тебя укусы? У тебя же. Это все, что от клубнички осталось, да? Клубничка. 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 боже мой совсем самолетом дружит всем улыбается он всем улыбается машет смеется да пока не рвет тетя слюни текут у нас водопадом зубы лезут по ходу этот вот вообще у нас на тулёк знаете что не путешествие так он летает нормально возвращается у него то один то два зуба появляются боюсь куда нибудь лететь в следующий раз так мы садимся посадимся да да и заберу камеру мы садимся собачка спит этот столик разлагает пианист маленький блин открывает как будто клавишный инструмент там закрывает а вот и аэропорт а там параллельно еще нам тоже самолет садится прикольно 10 9 5 4 3 2 1 и сели все похлопали так полосы далеко друг от друга я смотрю там самолет это метров 300 наши все так рядом одна полоса прям полного другой виду у кого земли больше говорит добро пожаловать я вам желаю хорошего времяпровождения в хьюстоне я красавчик мы горит сели на 17 минут раньше собственно говоря я с этим поздравляю не откроем на самом на 17 минут раньше молодец завез нас выйти вышли коляску забыли говорим ребятки коляску там давайте он говорит подожди пока все будут слушайте бабулька передо мной сидела вернее перед машей мы выходим она такая говорит а можно узнать вы откуда я такой ну мы немцы надо кого клево у меня сын живет в германии у него жена немка я что-то даже не распознала что это немецкий язык и гранения мы говорили по-русски ангетов развернулась и тишина и пошла просто дальше это в них ряда себе что это было я говорю мы немцы но мы разговаривали на русском просто все она она со мной не разговаривала до этого как будто как говорится добро пожаловать в техас боже мой я надеюсь мы не услышим вот сейчас 4 часа сейчас пойдем бизнес лаунж там будем все эти надеюсь мы не услышим что хьюстон у нас проблема вернее в том франциска проблема поэтому вы отсюда не полетите там сесть типа нельзя из-за урагана посмотрим надеюсь такого не будет девчонка прощалась только что она только весь полет развлекала сзади сидела улыбалась куку с ним играла где-то через три сиденья назад кстати помните тему когда мы улетали и вставляли ключи чтобы кто-то приходил и убирался у нас дома нас эта тема перестала устраивать потому что сегодня они могут завтра они не могут познакомились с одной женщиной она с узбекистана по моему вот она сегодня придет мария фами инген эти кручено для мамы вот и она придет сегодня и весь дом уберет и это замечательно как бы это не американцы которым плевать а тут русскоговорящая но женщина бывшего союза вот я уверен что будет все тип-топ что мне завтра не придется ничем заниматься по дому только кушать сварить и все а про по наши котятки представляете вот где-то с неделю с неделю их не было видно то есть я мог по камере видеть что они спускались из спальни и шли кушать поели опять уходили а тут принципиально сейчас смотрю на диване лежат обе ждут вот прям показывают что мы ждем мы мы знаем вы сегодня приедете фигеть какие же кошки все-таки у них вот это вот седьмое чувство сейчас приедем мия обиженная будет вечером ляжет на диван скажет вы что офигели новый сериал без меня начали а так до вечера к ней не подойти сьера сразу прибежит спать с марусей по-любому а меня нет а еще по выпендривается типа опять свалили но танель перестань плеваться нас а то не пустят кстати мы же здесь были именно в этом когда сюда по нет маша в другом были мы по лифту заезжали я помню это это другой лаунч посмотрим что здесь короче смотрите прикол проходить жрать даже это чипсы бутербродики в углу хотя я хорошо в этом поел заходим и говорим ребятки вот эти бизнес лауншек они можно в них заходить только когда у тебя интернациональный полетного поста рика мы же знаем это же америка она говорит да и доместик не катит ну-ка давай если только вы бизнесом не летели мы такие но мы еще и бизнесом летели и я еще маруся говорит золотой член этого клуба она берет а ну тогда ну-ка сканируй билет сосканировал горит тебе милочка можно и плюс одного можешь провожатого она говорит вот вот этот вот за мной будет бегать постоянно это все что я там ем помидоры огурцы сырок айоли а здесь это томата моцарелла ой боже мой какая прелесть приятненько у меня там еще есть мясо супчик какой-то много чего интересного на самом деле но он бар есть еще нальют за деньги вискарик но все чего угодно вино ром и во все есть хватит прыгать приятно иметь дело с профессионалами смотрите выключатели двери ведро мусорные все женщинам протерла тайфушечки кстати у нее в фейсбуке отмечена фотография на офигенной манты еще лепит надо как-нибудь тоже слепите угостить ее вот ниточка ты не треснешь пол куска курица откусил сразу уже мой мужик здоровую еду уже взрослую езда куда ты растешь дудочка сколько в тебя влази а ты чё не ешь тебе наоборот чуть-чуть полкило бы набрать хотя зачем да папа не ест курочку кушает от тебе кушай кушай пошел налил себе фанту спрайт говорите нет фанта фанта ванильная я не знал что она бесцветная вообще не знал что фанта бывает ванильная фанту покупаю ананасовую фанту любую покупаю от ванильную первый раз кстати знаете откуда произошло название фанта тот же самый концерн кока-кола который выпускает это и они выпустили новый напиток и искали к нему надо название и среди дегустаторов был один немец и когда он попробовал он прям так и крикнул фантастиш и вот слова фантастиш сократили до слова фанта оттуда и название фанта сразу тишина такая выезжаем сидели орали сейчас все перекрестятся что мы уехали крикуны тетенька темнокожая проходит и говорит ой а чё ты кричишь а почему ты кричишь но они не кричали пока она не пришла она пришла майки вернее найти и начал улыбаться а майки такой смотрит на нее и начинает орать она крутая чё ты кричишь а чё ты кричишь пойдем со мной в это время маруся приходит и говорит смысле почему ты не отдал если она предложила лего не видели хьюстона хьюстон грешен я попробую и тетенька предложила тебя забрать чтоб ты с ней пошел и огур нет мама приходит и говорит смысле если она предложила почему он еще здесь почему ты еще здесь папа отвоевал тебя чтоб тебя не забрала тетенька а тем самым у нас полтора часа до регистрации но мы что-то засиделись там детям реально action нужен на одном месте как-то не очень вот у нас c29 помолит 39 даже вот я прогуляемся как я уже говорил мы здесь были мы сюда прилетели здесь была пересадка чтобы полететь на доминикану в пуэрто-рико это уже выход давай пошли в другой терминал прогуляемся аэропорт не самый большой он меньше чем наш вот и он еще строится тут половина аэропорта разрушена но они его расфигачили вот терминал d новый будет походу микки левом терминал d ну он там все роботом все только строится вот смотрите пустота только строят давай попробуем еще один united club другой совсем но сейчас зайдем бутерброд хватану и пойдем дальше мы были на листе поднимались это другой но снова фетиш по бизнес-классам ходить маруся говорит подходит женщина билет сканирует маша как мы из порта-рико летим сан-франциско это как бы domestic flight но нам можно войти то такая вы положите билет проверим а шагат в другом это работа вот этих посмотрела в учет одного к другому бегаете мы зашли я поел и пошли дай мне один виноградик и дети не один я сам буду спасибо комбайн все есть все это вообще ничего не есть она и заметно мелочь мы можем и сразу видно кто поел у кого энергии больше а смотри почему мы сюда приехали 39 ворот это наше смотрите какой простор какой простор какое раздолье ну ну и пошел давай шагай нет оставь это в покое иди сюда вот сюда надо ходить майки майк макель вот сюда иди гуляй смотри сколько места я обратно побежал чего ты там ползаешь ходить учись мама чё сказала мы горит никуда не полетим больше в отпуск пока они ходить не научатся в ваших интересах ребята ты думал мы раньше мая не полетим если завтра научитесь ходить завтра и полетим сан-диего поработать боже мой боже мой майк в другую сторону майки вон туда вон сколько места там я вижу к мусорке он ползет ахтика на солнышко ползет молодец на солнышко жарко техасское солнышко до последний раз впитывайся солнышко впитывай у нас ветер дождь зима северо-калифорнийская ползи 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 дальше ну зачем тебе мусор это попкорн ведь не для тебя по старому пуэрториканскому времени сейчас 11 часов в 12 они спят и он смотрю ребятенок уже клюет ну не совсем на на грани затихли уже не кричим не кричим да улыбаться будешь папе не сейчас мы возвращаемся к воротам сажаем их пересадку тебе сказать засыпают как раз час до взлета поспят может быть во время полета еще часок покемаре у нас там уборка полным ходом идет весь этаж уже верхний помыть выбран слушайте женщина вообще молодец не то что как эти которых мы приглашали они там просто говорят а что надо делать ну чтоб чисто было ну чисто это пол подмести помыть ну да это женщина блин каждую розетку каждый выключатель каждую тумбочку пыль везде все вытирает там гитару вытерла пыль и знаю все 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 по полной двери двери ребятки я двери мыл один раз когда мы въехали но они как бы чистые зачем их мыть но дверь которая закрыта постоянно зачем ее мыть она и помыла молодец смотрите какая прикольная штука идешь тебя никто не слышит каждый занят нам на левом арус но вот сюда когда в центр заходишь начинается трэш какой-то смотрите можно разговаривать и все сразу тебя слышат со всех сторон так детишки поели съели две банки пюре потом начали жрать ботинки ботинки сняли антир носки жрут что вы за 2 саранча такая тараканчики притом так активно носки жрешь совсем ногу прокусил вон бог мой раз мама с папой запрещают грызть брата я себя начну да божишь мой cnbc смарт-шоп о айт нн хотел сказать нифига себе нбс и сразу стили си нбс и по телеку показания по телеку cnn но сначала это такер карлсон но тут на фоксе вещает он на этом канале явно сидеть не будет на сене сене на офигеть очереди до самого конца мы проходили когда но приехали когда сюда только за 2 часа или сколько полтора часа или час остался регистрация что такое сейчас кстати уже регистрация у нас началась вот мы были здесь за полтора часа до пусто было абсолютно дети там бегали прыгали вон та вся эрея была абсолютно пустая что тебе говорил да когда мы прилетели сам планшетированный аэропорт который когда-либо виду на каждом месте планшет ты здесь заказал сам заплатил и ушел и при том это везде любой кафешки любом ресторанчике в любом шопе здесь все на планшетах я просто в шоке так удобно я такого даже в сан-франциско не видел хотя сан-франциско самый и на инновированный аэропорт штатах так ну чё загружаемся четыре с половиной часа лететь домой хорошему быстро привыкаешь говорят что нас до бизнеса не обгрейдили прямо обязан кстати у нас дома никогда не было так много народу в наше отсутствие на шоке кошатница и уборщица так мы после них идем со слезами на глазах покажу вот эти вот местечки козырные 11 ряд еще около часа лететь ложишь мой ребятки я люблю больше ночные перелеты когда они спят час 20 штоль проспал на и час сорок и все а теперь они бегают ломаются руками лезут ко всем своими корявками слушайте так заходим на взлетку и прям тут такое видел к верху как давай он короче из-за ветра не мог сесть поднял самолет пошли к мосту он там развернулся пошел в сан-хосе на сан-хосе развернулся на второй взлет и так два круга от голден-гейт до сан-хосе крутила думаю чувак ты чего не садишься ну пофиг нейт поспал еще час и за час до посадки за час до посадки я его разбудил ибо сейчас через два часа дома усыплять и бог мой уши нам на посадку с вечной проблемой с ним него ушки болят полчаса отборного крика он уже просто орать не мог он просто выключился сидел так вот такими глазами приземлились как на липла бэк вон 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 вниз вон лифт прямо вон чемоданы стоят чего он кричит лифт это не нам все облепили на свой какие молодцы ой как они справились и все такое мы извинились и гордо вы чё чуваки там столько нашлось у одного близнецы дети другой сам близнец как давай ну короче мы дома дома убрано котятки ждут так что сейчас багаж забираем машина здесь была припаркована все две недели принять 300 баксов стоила парковка чтобы она здесь нас ждала страна дешевле чем на убит море так что поехали бой со второй этой выплевывают чемоданы так вот наш первый когда все сдвук сразу как клево о приорити еще один и домой последний рывок сейчас этот червяк с окнами отвезет нас к нашей машине она хайвей пробка была только что обалдеть смотрите все новый год уже настал мы еще в этом году дома не были экспресс-лейн включили платная которая по ней все едут быстренько а другие едут не так быстро помните слоника с лосиком наша машинка ура да папе на место вон там сейчас папа поедет да нормальное кресло микелек не то что эти обрубки в которых ты сидел последние две недели завел она такая а мотор не работает но она же это вот сейчас только завелся душа радуется на правильной машине едем место место блин не центра 55 минут шестьдесят три километра на волнате пробка и нам и на мост на мост плюс 9 а на волнате плюс 3 слушайте ребят южный сан-франциско асфальт сухой дождя нет ветра вообще не листочек не шевелится за бортом 58 градусов как бы холодно но я сейчас футболки в шортах довольно комфортно чувствовал дошли до машины сели завтра это для меня будет уже холодно сегодня я еще горячий пуэртариканец тут нет ничего последствий никаких штормов завтра по ходу дела мы ощутим это в полной мере как я уже сказал завтра должна быть третья волна завтра послезавтра и это будет хуже чем первые две вместе взятые кстати сейчас когда на подлете видно было весь залив и все эти каналы все реки которые но это foster city там например он весь как венеция там лазурная вода любим гулять там а наш коричневого цвета такая земельного все когда здесь посмывала все это через канал и через весь залив он реально песочного цвета весь залив со всей округи вся грязь туда песок пыль земля да да о колпачок космос показывает keep right at the fork и ребятки мне направо надо пустите пожалуйста keep right at the fork да слушайте надо нормально опять начинать ездить это это доминикана пуэртариканский стиль вождения хотя в штатах тоже далеко до идеала вот на мост мы встали пять минут пять минут пять минут банана репаблик билборд офигенный сбит весь даунтаун светится все погнали полчаса до дома ой на мост чё творится дети уже засыпают маруся там поет слушать а здесь еще холоднее в сан-франциско 58 градусов здесь у нас 54 дома был бы адский дубак если бы не одно дно но когда мы уезжали я отопление оставил включен на все две недели шестьдесят пять градусов то есть если ниже температура опускалась 65 включалась отопление но вот ночами подогревался дом на 65 градусов так что сейчас приедем на улице 54 дома будет комфортно 65 и замечательно так ну что ребятушки я уже на гопро не буду снимать котяток сейчас надо бегом даже чемоданы доставать не буду рюкзак где бутылочки еда детская помыть заварить маша пойдет детей мыть кормить и и спать вот потом будем все это разбирать на этой нотке тогда завтра я еще вставлю поснимаю может быть с телефона сюда воткну еще на этой нотке целую вас в пузико лайк ставьте подписывайтесь комментики до новых выпусков вот выпуски по месту будем еще кататься у нас планы тут я тебе дам но вот следующий полет будет скорее всего во второй половине мая решили до мая не летать вот такие дела в мае в мае к друзьям за границу на север на северо-восток от нас до дома осталось 13 минут по сути здесь пять минут мы дома где то видимо задержимся ну что ребятушки хом свит хом с ветерком долетели ой котяточки мои котяточки сейчас детей уложу и буду с котятками беситься фига себе а здесь на шевроне цены 4.45 главное по всему городу за регулярные 3.80 на костка вообще 3.50 а шеврон 4.45 боже мой а не заправляются же люди у них пушистики мия севера ой как чисто дома приятно приезжать да когда чистенько у нас северочка северочка ну-ка дай-ка я открою слушать о не посылка моя из германии пришла да распаковка будет у нас ой котяточки северочка мия пиявочки уже поймать хочет северу северочка боже мой боже мой этот хватил игрушку северчик рыжечек мой ой ты моя маленькая ой красавица моя красавица все-все-все скоро не уедем так ребятятки сильно не балуйтесь этот туннель нашел опять home sweet home любимые котятки пицца из-за сериальчик детей уважили отрубились бедные вымотались а что у нас там почти 14 часов дороги было в общей сложности от двери до двери не могу сказать что я кайфанул от сегодняшней ночи но с днем рождения они мне всю ночь поздравляли вот как 12 пробило так и пошло сначала они подумали что я эльбрус и начали восхождение почему эльбрус да потому что они еще и ползли и кричали эй вах вася ох мой бог мой да пиявочки папу зачетно поздравили но ночка сегодняю маш тоже не удалось ну этого и ожидали правильно а чем еще в день рождения заниматься постельное белье вот все долой в стирку слушайте это женщина которая приходила убираться я в хорошем смысле слова она монстр это просто вы посмотрите это так как мне надо она вымыла и поставила все как у меня стояло каждую крышечку вытерла я не знаю тут не то что не придерешься да я в шоке она просто весь дом с ног на голову вылезала во советую а кто по мяечке соскучился ай мяечка хвостиком дразит о, мячики тюрьма из кубиков бог мой смотри кубик кубик твой музыкальный машинка ой-ой-ой-ой сер mild солнышко моё рыженькое уйдем моя лапочка ой-ой-ой-ой да день сегодня будет жесткий день будет сегодня жесткий ибо они толком не спали и до обеда они не протянут то есть надо будет раньше выкладывать и ночь будет следующая тоже ничего придумаем первый раз что да ребятушки спасибо за поздравление у вас намного позже чем у нас видите только без 10 8 у вас там на 9 часов вперед вот я все прочитал все прослушал умнички у меня а у меня сейчас будет распаковка посылки из германии положи положи отдай нельзя это не игрушка нет не игрушка сиди на диване раз научился на него залазить вот хоть не открывай посылку с мамой разговаривает она говорит знала если что десятого придет я бы говорит тебе туда подарок на день рождения положил игра что там нет ангел конечно нет это на рождество и детям на день рождения мы же думали придет еще в прошлом году обалдеть ну что делать с ней ладно так так и так и договорились так и так открою распаковка майки боится кактуса она тулёк за милую душу играется с ним да вот так вот мия даже подошла посмотрела что такое слушайте ну есть мне подарок на день рождения вот моншери попробуйте найти здесь кто знает где здесь у нас бояре найти скажите я буду покупать баллонеза ребятки во на год вперед ну и игрушки паровозик томас тут этих харьков убивать брат прислал женой тут фильмы для детей показывает офигенная тема вещей куча мама сбой папа сбой little boss чешки и самое главное чего мы очень ждали прям это костюмчики непроницаемые зимние такие но они не зимние осенний но если дождь идет вот мы нарядим самое теплое что у нас есть это поверх и можно натаху ехать даме мир валяйся в вещах правильно 36 8 он говорит почему я себя так хреново чувствую другой градусник показывал 38 8 я думаю я короной заболел да не жарко тут меня морозит пойду в магазин куплю себе тест на ковид я уже знаю я также болел и чтобы внести ясность ребятки я никогда никого не призывал вакцинироваться я всегда говорил читайте что такое вакцина для чего нужна и как она работает а факт остается фактом именно для тебя мой драгоценный друг во первых я заболел намного намного позже чем чем ты вот почему потому что я был вакцинирован я заболел намного позже чем все вакцинированные и не вакцинированные это раз а во вторых почему я заболел раз я такой вакцинированный ну я вакцинировался модерной что и файзер то же самое это Это НРНК, вакцина, если я не ошибаюсь в терминологии. И она через полгода просто исчезает, а не векторная, которая остается на всю жизнь. То есть я сделал шот, полгода был под защитой, второй шот еще полгода под защитой, третий шот тоже под защитой полгода, а потом все, защита кончилась, четвертый я не делал, вот и последствия, вот я и заболел. Такая вот история. Блин, два ибупрофена по 200, не так я себе представлял свою днюху. Я думал, я сегодня сигарку курну, коньячка себя и Петри налью, но нет. Что же мне так хреново, а? Температура нет, а голова раскалывается, будто я после жесткого... Хотя откуда я знаю, как жесткий перепой? Я же никогда не болею. Я про эту тему реально никогда не болею. Одна Сирочка знает, как мне хреново, да, Сирочек? Ой, ты мой маленький ушастенький. Только лег, она сразу прибежала, говорит, хозяин, помогу. Сирочка, щепотно. Да, вот, я вчера мылся, не обманывай. Мия, предательница, с Машей убежала работать. Дети вон сидят, играются. Пока играются, я их не трогаю. Мия, предательница. Пока играются, я их не трогаю. Ну что, ребятки, я даже так играть могу. Но я не могу играть, когда ты берешь и расстраиваешь гитару. Зачем ты вот эту вот третью струну мне расслабил?